Спонсор выпуска – ресторан «Тэмулен». В этот день, в 1923 году, в нашей стране появился воздушный флот. Главными задачами которого стали перевозка пассажиров, почты и разного рода грузов. С тех пор, 9 февраля, отмечают День воздушного флота России. О других новостях вам готовы рассказать корреспонденты телеканала АТВ. В студии для вас работает Александр Иванчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Герой по жизни. На АТВ стартует новый проект. Йохар-Нада-Хатарыш. Как жители Бурятии готовятся к встрече Белого Месяца. Мороз, солнце и коньки. Спортивный праздник для сирот устроили сотрудники Следственного комитета. И начнем выпуск с главного события прошедших выходных. Конфликт в БГУ перерос в масштабную акцию протеста. В полдень воскресенья, несмотря на сильный мороз, на площади революции собрались по разным оценкам от нескольких сотен до полутора тысяч человек. И если в начале митинга его участники, как и в прошлый раз, требовали убрать из БГУ исполняющего обязанности ректора Николая Мошкина, то уже к середине со сцены зазвучали совсем другие призывы. Далее материал без комментариев. Сомнения отбрось и отчистись от лжи, и дух мой монгольский, как знамя держи. Пусть путь твой к себе и непрост, и далек, не бойся за должность и за кошелек. По лужам близкучим беги босиком, пусть старые догмы летят ковырком, пусть вечное синее небо тебе поможет раба уничтожить в себе. БГУ наш Сталинград, сдать его не имеем права, ни шагу назад. Судьбы таких, как Бурятский госуниверситет, их трудовые права решаются рощерком буквально одного-двух-трех человек. Есть статья третья Конституции, которая говорит, единственный источник власти нашей республики и носитель суверенитета – это многонациональный народ Бурятия. И пора он научиться с народом разговаривать, вступать в диалог. Мы глубоко переживаем за БГУ и хотим, чтобы справедливость торжествовала. И, конечно же, мы за честные выборы, за честно проведенные процедуры, которые отвергают высшие руководители. И мы хотим защитить свои права, права студентов, преподавателей, сотрудников всего Бурятского государственного университета. Единственное, что осталось – это ВУЗ. И вот на сегодняшний день решили взяться за ВУЗ. Мне кажется, здесь должен каждый встать и уже, вплоть до того, что требовать отставки именно Наговицына, правительства Голкова, Носкова, для того, чтобы вот эта, так сказать, политика, она больше не проводилась у нас в республике. А что здесь происходит, Аркадь? Да вот пытаются запретить, например, вот этот лодок долой Наговицын. Хотя это все в рамках разрешенного митинга, то есть цели предполагают не согласие с политикой Наговицын. За нашу республику. Я же хочу обратиться к митингу с предложением, чтобы мы приняли обращение к президенту Российской Федерации о том, чтобы он отозвал этого, ну не знаю, как назвать, приехал, чтобы обогатиться, раздорить, уничтожить республику Бурятия и потом уехать. Отозвать. Предлагаю принять такую резолюцию. Выдающийся его легендарное слово Наговицын за всю свой год по телевидению сказал. Пусть меня говорят, у меня череп толстый. Понимаете? Никто не сомневается. Господин Наговицын, я еще раз говорю, Наговицын, да у вас череп толстый. Но вы забывайте, что внутри есть тоже содержимое должно быть. Руководить государством, руководить городом, надо мозг иметь, надо. Так вы, товарищи, здесь никто не поднимает национальный вопрос. Здесь требуем мы просто назначение кадров, назначение было представителей, титулного народа тоже. Митингующие решили собираться до тех пор, пока их требования не будут услышаны. Мы будем держать вас в курсе событий. Вячеслав Наговицын не только не собирается в отставку, но и строит планы на будущее. Сегодня глава республики озвучил антикризисный план. В последнее время Бурятия уже потеряла несколько крупных предприятий. Кто следующий на очереди и есть ли выход, расскажет Юлия Пермякова. Экспорт и импортозамещение, по мнению главы, именно это может спасти экономику страны, а соответственно и нашего региона. Но прежде чем экспортировать товары, их нужно произвести, а для этого требуется финансирование. Однако непонятно, выдержит ли дефицитный бюджет дополнительные льготы и инвестиции, ведь в этом году он сократится почти на миллиард. В связи с этим даже ожидается сокращение управленческого штата, так называемая структурная реформа. Что ж, похоже, придется снова затянуть пояса потуже. Жить как прежде, по словам Вячеслава Наговицына, мы уже не будем. Мы уже никогда не будем жить в той стране, которая была у нас до 1 января 2014 года. Мы, я имею в виду наша страна, взяла курс на независимость и самостоятельность, как экономическую, так и политическую. Те доходы, которые мы получали от нефти и за счет которых мы жили, а это было примерно 40, чуть больше процентов доходов консолидированного бюджета Российской Федерации, никогда уже не будут поступать в таком объеме. Даже если нефть поднимется там до 100-150 долларов. Рост безработицы, безусловно, потому что не все предприятия смогут справиться с той ситуацией, которая сегодня складывается. Какие-то предприятия закроются. Однако агентство занятости населения рапортовало, что пока беспокоиться не о чем. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Стабильность пока сохраняется и в социальной сфере. Министр Татьяна Быкова заявила, что все социальные обязательства будут исполнены. Министерство экономики также готово пойти навстречу и оказать поддержку предпринимателям. Правительством Бурятии и Народным Куралом уже ведется конкретная работа по ряду предприятий, в частности, предоставление госгарантий Селингинскому ЦКК, оказание господдержки Улан-Дуэсталь-Мост, предоставление субсидий молоко Бурятия, восстановление производства на Амте, Байкалфарме и Макбурии. Если раньше на развитие агропромышленного комплекса страны планировалось потратить около 200 миллиардов, то, с учетом нынешней ситуации, чтобы поднять экспорт, было решено добавить еще 50. Антикризисный план сегодня был озвучен впервые. Подписать его и, возможно, внести некоторые изменения главы ведомств должны до четверга. Юлия Пермякова, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная. В 2015 году расходы на здравоохранение урежут. Республиканский бюджет сократит их на 10%. Это приблизительно 300 миллионов рублей. Такое заявление сделал министр Валерий Кожевников. Однако, по его словам, изменения коснутся только финансирования. На медицинских работниках это никак не отразится. Ни одного медицинского работника, будь то врачебного, среднего медицинского персонала, сокращаться не будет. Это даст возможность, напротив, переиспределения финансовых средств внутри экстренной службы. Кроме этого, министр озвучил несколько позиций, где необходима замена. Это касается медицинского транспорта и аппарата лототриптера, предназначенного для дробления камней в почках. На сегодняшний день эта техника нуждается в замене из-за износа. Добавлю, что помимо рабочих моментов, Валерию Кожевникову задали вопрос о его возможной отставке, на что министр со стажем более 13 лет ответил, что сам покидать свое кресло не собирается. Однако решение остается за вышестоящими органами. В отчаянии. Именно в таком состоянии в нашу рубрику «Книга жалоб» обратилась жительница Улан-Удэ, которая столкнулась с бездействием правоохранительных органов республики. Женщину, по ее словам, обманул риэлтор, и уже несколько лет он скрывается от нее. А помочь жертве никто не торопится. В ситуации разбиралась Наталья Домбаева. Три года назад Стелла Соколова и ее брат заплатили взнос за земельный участок в ДНТ «Ботовик», который находится в Сосновом Бару. Деньги в сумме 45 тысяч рублей они передали некой Арине Антоновой, выступающей как риэлтор. С ней брат Стелла заключил договор о задатке и взял расписку о передаче денежных средств. Однако спустя год брат умер. Я стала ей звонить. Она не стала мне отвечать. И ее друг был, Сосновский Илья. Он мне стал отвечать. Когда я СМС послала, я ей говорю, Арина, ответьте, пожалуйста, на мои звонки. У меня вот брат умер, нам бы надо решить проблему эту с деньгами-то или с участком. Ну, это зря я, видать, написала СМС-ку, сразу же все выложила, все карты. И этот Сосновский Илья стал меня называть сумасшедшая женщина. Вы сюда больше не звоните. Вскоре оказалось, что Арина Антонова и вовсе уже приватизировала участок и выставила его на продажу. Одним словом, мошенница, говорит Стелла. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Однако там не спешили расследовать дело и фактически ей так и не помогли. И вот у меня эпопея так и длится. Я обратилась в прокуратуру Октябрьского района. Они в Октябрьское, как ОВД, в ОВД отправили меня. Там разбирались, передали в советский отдел. Почему? Потому что якобы передача денег осуществлялась на территории советского отдела. Мировым судьям тоже обращалась. Тоже сказали уже, я не знаю, как точно это выразиться. Ну, там, где Трифоновские бани, туда сказали обратиться. В итоге результата, как говорится, ноль. Стелла обращалась и к огромному числу адвокатов. Однако и там ее больше запутали, признается женщина. Вместе мы все-таки решили проконсультироваться у юриста Виталия Ханихоева. По его словам, выход из этой ситуации есть. В данном случае можно, конечно, вернуть те деньги, которые заплачены. В том случае, если расписки есть, по крайней мере, одну расписку-то я видел точно. Это, конечно, можно вернуть. Можно вернуть, попробовать, конечно, принудить к исполнению договора. Но это вряд ли, потому что, когда мы в суд придем и скажем, нам продали участок, суд скажет, договор ничтожен, потому что участок в собственности не находился на тот момент. Адвокат называет этот случай простым, однако довольно распространенным, а все из-за юридической неграмотности населения. Поэтому прежде чем покупать участок или подписывать какой-либо договор, необходимо проконсультироваться с юристом. Наталья Домбаева, Алдар Домбаев, Первая Альтернативная. Снег должны убирать все. Об этом сегодня заявили на традиционном брифинге в мэрии. Согласно правилам благоустройства города Луан-Удэ, установлены требования по содержанию прилегающей территории физическими и юридическими лицами. Так, площадь в радиусе 30 метров от объекта должны убирать от снега и мусора его владельцы и арендаторы. Как на самом деле обстоят дела со снежными завалами на улицах города, смотрите в следующем сюжете. Чистый город в руках самих горожан. Так можно переформулировать заявление представителя администрации Улан-Удэ. Видимо, заснеженность наших улиц вынудила городские власти установить вышеназванные требования. Не нужно далеко идти, чтобы увидеть и понять, в каком состоянии находятся Улан-Удэнские дороги, а точнее придорожная часть. Сейчас мы на улице Октябрьской. В этом районе находится комбинат по благоустройству и крупнейшая управляющая компания города – эталон С. Однако, что творится на дорогах? Вся улица завалена снегом. И, как видим, убирать его никто не торопится. Куча снега лежат и здесь, на Октябрьской 15. Именно по этому адресу располагается управляющая организация. Как и по всему району, до уборки снега здесь, видимо, никому нет дела. Похожая ситуация и на соседних улицах, и даже у администрации железнодорожного района. Как мы наблюдаем в последнее время, дороги от снега чистят. Однако весь он скапливается на обочинах. Может быть, коммунальщики ждут, пока он растает? Этот вопрос мы задали представителю администрации Улан-Удэ на еженедельном брифинге. На сегодняшний день в случае поступления обращения, также в рамках рейда, в случае которых мы выявляем нарушения, то есть по неуборке снега, незамедлительно принимаем меры. В данном случае, по вашей информации, незамедлительно также будут приняты меры. То есть выдано будет требование об уборке в течение суток. В случае неуборки будет привлекаться организация, которая выполномочена за уборку этой территории. Так, за несублюдение требований по уборке снега на ответственных лиц налагается штраф. Для юридических он составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Обращаться по поводу заснеженной территории и ее очистки можно по телефону 210414. Сотрудники отдела административного контроля обещают рассмотреть каждый случай. Посмотрим, кому влетит и вообще влетит ли заснеженный район ПВЗ в ближайшее время. Наталья Домбаева, Алексей Ионов, Вячеслав Батоев. Первая альтернативная. Предписание есть, а толку нет. Как в двух словах можно описать ситуацию с незаконно установленной рекламой? Напомню, на прошлой неделе к нам в редакцию обратились жители дома номер 12 по проспекту строителей. Они жаловались, что на фасаде их дома незаконно разместили огромный баннер с подсветкой. На руках у жильцов было даже предписание комитета по архитектуре, выданное рекламному агентству, о том, что баннер нужно демонтировать. Крайний срок – 1 февраля. Однако уже девятое, а реклама по-прежнему на своем месте. Со слов жильцов, в Комитете по архитектуре по загадочным причинам изменили свою позицию. Жильцы уверены, что теперь Комитет по архитектуре и рекламщики в сговоре. В Комитете эту информацию опровергли. Единственная причина, по которой баннер до сих пор не снят, это некие технические проблемы. Мы аннулировали разрешение, выдали 29 декабря предписание об осуществлении демонтажа, где установлен 30-дневный срок на осуществление демонтажа. Ну да, время прошло 30 дней, но у меня под рукой нету бригады альпинистов и вышки своей для того, чтобы поехать и произвести самому лично демонтаж. Работа ведется для того, чтобы произвести демонтаж. Мы ищем сейчас, либо будем собственника понуждать провести демонтаж каким-то способом, либо будем искать подрядчика. Так что предписание есть, а толку действительно нет. Сколько еще незаконно провисит этот баннер на фасаде жилого дома, никто ответить нам так и не смог. А городские чиновники еще раз доказали, что они хозяева своего слова. Хотят дадут, хотят возьмут обратно. Сегодня полицейские отчитались за проделанную работу с начала года. Сотрудники МВД рассказали журналистам, что за месяц по Улан-Дэ за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах было привлечено к ответственности более 1 тысячи человек. Задержано около 850. В прошлом году за январь полицейским удалось задержать почти 700 пьяных уланденцев. Не обошлось также без происшествий на дорогах города и республики. Только за первый месяц года произошло 10 столкновений, в которых погибло 2 человека и пострадало 13 человек. Выявлено 142 водителя, управляющих транспортными средствами состояния алкогольного опьянения. За превышение скорости за данный период времени установлено 2115 водителей для превышения скорости. За нарушение правил перевозки детей привлечено к ответственности 125 водителей. Отмечу, по сравнению с прошлым годом в Улан-Дэ стало больше людей, которые в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль или появляются в общественных местах. Также из-за того, что водители зачастую пренебрегают правилами перевозки детей, в случае ДТП 8 из 10 заканчиваются летальным исходом для ребенка. За сухими цифрами полицейских сводов зачастую стоят настоящие герои. Сегодня мы расскажем об одном из них. Игорь Зубков, подполковник полиции. 20 ноября прошлого года он спас жизнь полуторагодовалому ребенку. Пьяный родственник взял малыша в заложники и грозился зарезать его. В тот день Игорь Зубков мог вообще не выезжать на место происшествия, оставив это дело подчиненным. Однако он взял ответственность на себя, несколько часов вел переговоры с преступником и в итоге лично освободил малыша, остановив лезвие ножа голой рукой в нескольких сантиметрах от тела ребенка. Говорил, что он судимый по 111, убил своего дядю, что убить данного ребенка, получается, не приставит трудности. То есть он говорил, мне терять нечего, привлечь на себя больше внимания, чтобы потом о нем услышали, как бы он герой с другой стороны. Он руку в сторону отвел и начал бить, и я в этот момент перехватил лезвие ножа, и то есть локтем на шею надавил, как бы, ну, провел боевые приемы борьбы. Совместный проект нашего канала и Александра Мяхановой каждую неделю будет рассказывать о людях, для которых геройство, проза жизни и служебные обязанности. Смотрите в эфире АТВ проект Герой недели и к другим новостям. В Ланде дешевеет бензин, но дорожает колбаса и другие продукты. Далее, картина дня. Газа не будет. Сенатор от Бурятии Арнольд Тулоханов объявил о том, что переговоры с Газпромом о строительстве газопровода «Сила Сибири» по территории Бурятии окончились неудачей. По мнению Тулоханова, газопровод не только бы стимулировал экономику республики, но и заставил бы монголов отказаться от строительства ГЭС на Селенге. Однако все надежды рассеял глава концерна Алексей Миллер. Он считает этот проект убыточным. Загадочная авария на сибирском химкомбинате встревожила жителей Томской области. В воскресенье в соцсети просочилась информация о том, что в результате аварии на заводе в Северске тяжело пострадал один человек. Сайт томской телекомпании ТВ2 сообщает, что возможен небольшой выброс химического вещества. В Улан-Удэ подешевел бензин и подорожала колбаса. Цена за литр АИ-92 снизилась на 33 копейки. Дизель подешевел на 75 копеек. А вот топливо для человеческого организма подорожало. Молоко почти на 2 рубля, говядина на 5, а вареная колбаса на целых 6,5 рублей. В дни празднования Сагалгана в Улан-Удэ на Театральной площади уже традиционно станцует глобальный йохор. Глобальный, потому что к ланденцам в этот день присоединятся жители других городов России, а также уроженцы Бурятии, находящиеся за рубежом. Первый раз мы проводили, буквально было несколько районов. Якуты поддержали Бурятия, в диаспоре наш, в Якутске, в Мирном, в Нирнгре, в Москве, в Агинск, Чита, Иркутск, Кусарда. Вот так вот, начиналось вот так, таким образом. А сейчас, на сегодняшний день, я графия начинаю от Японии и кончаю Канадой. Пройдет премьера рэпа Йохора в исполнении Алагоя Егорова. Мы специально попросили Алагоя к этому мероприятию его создать, потому что хотим привлечь к участию в глобальном Йохоре молодых людей, чтобы было больше молодежи. Специально к празднику на базе театра Ульгер с 13 по 15 февраля будут проводиться мастер-классы для желающих научиться танцевать бурятский народный хоровод. Глобальный Йохор состоится 19 февраля в 16.30 на площади у театра оперы и балета. И к новостям спорта. Улан-Дэ присоединился к всероссийским массовым стартам Лыжня России. 8 февраля на Верхней Березовке состоялись 5 забегов. Самые маленькие лыжники бежали 350 метров, остальные – 2015. Более подготовленные юноши и девушки испытали себя на маршруте протяженностью 5 километров, а мужчинам и женщинам предложили дистанцию в два раза длиннее. Продолжение темы смотрите далее. Мороз и солнце – день чудесный. Выдался для всех любителей лыжных гонок. В Лыжне России по всей стране приняли участие порядка 700 тысяч человек из 71 региона. В Улан-Удэ на старт массового забега вышло около 3000 участников. Лыжня будет быстрой и сегодня вспоминают победы сборной России на Олимпийских играх, но все большие победы, все большие спортсмены выходили именно вот с таких маленьких соревнований, с Лыжней России, с республиканских перенс районов. Поэтому сегодня, я думаю, что вот кто-то здесь может быть будущий олимпийский чемпион. Пробежать по трассе решились не только профессионалы и любители, но и политики, и даже военные. Тем, кому повезло больше, достались шапочки с символикой мероприятия. А для того, чтобы разогреть участников, организаторы приготовили танцевальный номер, после которого и прозвучал сигнал на старт. Лыжню России нужно проводить регулярно, постоянно. Я был в 88-м году пятым на Лыжне России. День лыжника назывался раньше. В 2007-м году был четвертым после своих воспитанников. И считаю, что это нормально. Влажнее забег, где участвуют действующие спортсмены, они побегут 10 километров. Вот с ними потягаться уже будет очень сложно. А массовый забег стал впереди, и убегают от них, и все. С друзьями, мои подруги меня будут поддерживать, да и сами мы втроем будем, как с подружками, участвовать. Так что будет очень весело, думаю. Победители забега ожидали медали, кубки и дипломы. Также не обошли вниманием учебные заведения. Их организаторы поблагодарили за привлечение молодежи к массовому спорту. В продолжение выпуска вас ждет сюжет о том, как суровые работники правоохранительных органов стараются скрасить серые будни воспитанников детских домов, устраивая совместные походы и спортивные праздники. А я на этом прощаюсь. Спасибо, что остаетесь с нами. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова